Всем привет от Диты из Солнечной Канары. Сегодня очередное видео. Сегодня у нас будет видео про секонд-хенды, про мой шопинг в секонд-хендах. Я, к сожалению, не снимала сам процесс, потому что меня из одного секонд-хенда Папи Орли, извиняюсь за мой французский, и сказали, что снимать нельзя, и, в общем, я, по-моему, в каком-то своем видео об этом рассказывала, и с тех пор я как бы стараюсь там не снимать в магазине, а уже снимаю, так сказать, результат дома. Ну, конечно, это совсем не то, что съемки в магазине, но дело в том, что мы все равно примерщины закрыты, а самый фан, это же самое удовольствие, это же пощупать, потрогать, потом пойти померить, показать вам, поскольку мерить все равно там нельзя, то я, ну, как бы, снимать просто в магазине втихаря, стараться там не попасть на глаза охраннику или начальнику в каком-то магазине, это, ну, не знаю. Короче, я, может быть, я осмелюсь, и еще раз поеду там поснимаю, может быть, в другой магазин поеду, но пока что вот я решила просто показать вам, что я купила, примерить. Примеров будет немного, потому что я купила одну вещь в основном пижутерию, я купила и один такой жакетик, который я вам покажу. Значит, давайте начнем с чего... Давайте начнем с того, в чем я сижу. Значит, сижу я в платье, платье Зары, я вам потом его покажу, потому что с ним я собираюсь комбинировать этот жакет, который я купила, но другая вещь, которую я купила, это вот такое вот колье-ожерелье, я потом вам сниму, покажу его поближе. Значит, это такой чокер, у него здесь атласное черное лето, а здесь вот все сделано из стразов, он очень-очень красивый, если вам не видно, ну, в общем, вот так он выглядит. Это, конечно, вечернее ожерелье, это, конечно, вещь на выход, ну, куда-то торжественное мероприятие, так скажем, но не факт, потому что сейчас, вы знаете, все поменялось, и, в принципе, если мы носим вечернее платье с кроссовками, то вот такое вот ожерелье вполне можно надеть с джинсовой курткой, я просто его надела, может быть, с этим платьем оно не очень хорошо, но я надела его, потому что, чтобы вам показать, на самом деле, как он лежит на шее. Да, сделано оно шикарно, знаете, что оно настолько качественно, я не знаю, на нем нету никаких этикеток, но оно настолько качественно сделано, и камни так блестят, и все это так красиво, сейчас я вам покажу с дневник. Стоило оно 4 доллара, 3,99, выглядит оно вот таким вот образом, вот здесь вот лента, такая довольно плотная, довольно крепкая, вообще качество у него прекрасно. Я могу сказать, что это не дешевый бренд, не знаю какой, но явно не дешевый, и оно очень красивое, посмотрите. Так, все переливается, блестит, сверкает, это такая, знаете, как косичка сплетенная из четырех, из четырех золотых, с кристалликами таких лент, как будто бы, да? Ну, в общем, красивая вещь, что тут долго говорить. Блестит, переливается, нам такое нравится, мы так и любим. Следующее украшение, это я купила вот такие вот бусы, очень мне понравился их цвет, тоже не вижу никакого, никакого на них, никакого бренда, ничего не вижу, не знаю, кто их произвел, но вот выглядят они вот так вот, выглядят они довольно интересно, потому что это тоже четыре нитки из камней, они все-все одинакового цвета, все из разных камней, видите, вот эти вот осколочки здесь, потом какой-то вот такой вот камушек продолговатый, совсем, это, видимо, не камень, это, видимо, бисер, нитка, и вот этот тоже камень, судя по ощущениям, я по тяжести, по весу, и потому что, видите, каждая, каждая бусина отличается от другой. Очень интересное ожерелье, но его, знаете, его немножко надо уметь надеть, потому что оно как-то вот немножко путается, закручивается, ну, в общем, приноровившись, приноровившись, его, я вам потом покажу на себе. Сейчас все у меня запуталось, конечно, в общем, короче, ну, вот так. Я покажу его на себе, мне оно очень нравится, очень интересная вещь. И к нему мне попалась вот такая цепочка с медальоном. Это медальон Хамса. Ребята, которые с Ближнего Востока или с Израиля, вы знаете, или из Индии даже, из Индии, по-моему, тоже, ну, меня вряд ли смотрят ребята из Ближнего Востока, из Индии, но девочки с Израиля меня точно смотрят, и когда я жила в Израиле, это было очень популярное украшение на Ближнем Востоке. Оно как бы, Хамса – это ладонь, пятерняк, пять пальцев, которое как бы, ну, оно охраняет вас от оберега такой, от всего плохого, что с вами может случиться в жизни. Мне очень понравился его цвет, потому что оно, видите, цвета такого морской волны, сделанного таким вот рисунком. И самое интересное, что на цепочке есть маркировка, и это бренд Моне. Очень известный ювелирный бренд, винтажные вещи обычно его, потому что он сейчас уже не существует. и как бы, ну, среди понимающих людей это известный бренд бижутерии, который, в общем, ну, ценится, достаточно ценится. Я была удивлена, что они сделали вот такой дизайн, потому что Хамса – это немножечко не характерный для них дизайн. Я даже искала в интернете, пыталась найти, ну, в общем, ничего я не нашла. У меня есть подозрение, что, возможно, это цепочка Моне, а Хамса, вот этот кулон, повесили уже, как бы, потом на цепочку. Может быть, он… Потому что на самом кулоне нету никаких маркировок. Обычно они делают на кулоне тоже. Ну, не обязательно. Ну, в общем, не знаю. Ну, знаете что, оно настолько похоже по цвету, потому что вот с этой стороны, с левой, видно, что эта вещь тоже не новая, что она старинная, что она винтажная. И очень-очень подходит по цвету цепочка и вот этот вот кулон. Не знаю, трудно сказать. Девочки, которые понимают в винтаже, скажите мне, что вы думаете по этому поводу, потому что я… Это очень нехарактерный дизайн для бренда Моне. И вообще, как бы, вот, вся эта символика восточная, ближневосточная появилась в Северной Америке сравнительно недавно. А до этого, в принципе, здесь такие вещи, как бы, не особенно продавали, потому что не было на них покупателей. Покупатели появились, ну, с приездом, так сказать, эмигрантов из разных стран. Ну, не знаю, может быть, я не права. Не знаю, трудно сказать, но, во всяком случае, вот, купила такую вещь и я собираюсь это сочетать вот с этими бусами. Как вы видите, я их уже мерила вместе, по длине и по цвету. Они прекрасно друг к другу подходят по цвету, по эстетике, по какой-то этнической такой, знаете, составляющей. То есть вот бусы такие немножко этнические, очень этническая вот эта хамса. Я бы сказала, такой стиль, бог, хиппи, этник, все вместе. В общем, собираюсь их носить вместе друг с другом. Еще из украшений. Я накупила всяких разных брошек. Значит, 3, 4, 5 штук. Вы знаете, как я люблю брошки и как я люблю их носить, и как я люблю их сочетать. И я ношу их на пиджак, вот такими вот целыми, знаете, я их ношу, несколько штук вместе. И когда я увидела вот этот вот комплект... Это бы не был комплект, они все продавались отдельно. Значит, это такой, не знаю, это тигр какая-то... Что это за животное, девчонки? Не знаю. Золотой, в принципе, вот эти вот вкрапления, тоже это эмаль бортово-коричневого цвета. Он очень-очень, брошка очень старая. На ней нет маркировок, но есть такая площадочка для маркировок. Я вам потом покажу поближе, но самой маркировки нет. Она такая тяжеленькая, знаете, и видно, что старая. Видите, она такая даже немножко потемневшая. Не знаю, что за... Которую произвел, но явно вещь явно винтажная, вещь явно не новая, вещь интересная, очень необычная. И к ней я купила еще, нашла вот такую маленькую зебру. Она подходит по... Ну, тоже золотая с черными полосками, не только с черным, бежевым. Тоже маркировки нет. Он, судя по застежке, она тоже винтажная. Я покажу вам потом поближе застежку, и вы увидите. Потому что... Ну, я уже немножко научилась различать. Знаете, как различать винтаж от не винтаж? Глядя вот на обратную сторону изделия, на застежку, на качество, на вес, понимаете? То есть, вот, как бы это уже видно. То есть, она тоже золотистая с эмалью. И вот вы посмотрите на эту застежку. Она... Такого типа застежки они обычно делали себе крошку где-то 50-60-х годов. Я не уверена, что это она такого же возраста, но, по всему, да. И к ним же еще я купила вот такую собакинь. Она тоже золотистая с черной эмалью. Такая грустная собачка. На ней тоже нету никаких признаков производителя и никаких маркировок. Но тоже, судя по качеству, по весу, по качеству застежки, я думаю, что она винтажная. И плюс ко всему, она очень подходила мне вот в эту вот троицу. Я думаю, что я смогу их вот так вот вместе носить. Как-то, знаете, на лацкан, вот вместе собирать. И, в общем, что-нибудь придумывать. Вы знаете, что я всегда что-то придумываю. Вот. Еще купила вот такую собаку. Она такая серебристая брошечка. Собачка лежащая, спящая, отдыхающая в гамаке. Она, да, маркирована. Маркировка JJ. Это тоже очень известный винтажный бренд покрашений. Понравилась она мне забавная такая, знаете, смешная, в общем, собака. И тоже вот, значит, маркировка. И застежка тоже сделана вот таким вот образом, что я могу сказать, что она винтажная, что она старинная. И очень смешная и прикольная. И еще одну брошку я купила, просто потому что мне понравился ее внешний вид. И мне кажется тоже, что она не современная. Единственная проблема, что у нее все время это застежка расстегивает. И я уже заметила. Я не знаю, что я как-то могу закрепить. Я боюсь, что я буду ее терять. Потому что застежка все время открывается. Вот такая вот брошечка. Ветка такая с три цветка, с листиками, с какой-то ленточкой. Судя по фасону, опять же, по обратной стороне, по качеству, по весу, я могу сказать, что она не новая, не современная. И в ней очень, значит, три жемчужины. Есть такие черные кристаллики по ней. И, в общем, ну что сказать. Красивая вещь, симпатичная. Мне нравится. Конечно, я ее куда-нибудь пристрою. Чем-нибудь вот так вот, как-то так, знаете. Вот видите, она опять расстегнулась. А я-я-я-я. Плохо. Надо бы что-то придумать. И как-то ее починить. Не знаю, посмотрим. И к ней очень подходящий я купила пояс. Вы, кстати, этот пояс видели в моем прошлом видео, где я показывала вам свою одежду, которую я купила на осень. Я там с шортами примеряла вот этот вот пояс. Он, значит, вот такой вот пояс. Ой, отсвечивает. Как это вам показалось? Как вам показалось? Ну, в общем, видите, вот. Как будто серебро с чернением. Такий вот такой рисунок, узор. В общем, короче, он кожаный. Он сделан в Италии. Он очень совершенно новый. На нем нет вообще никаких следов носки. И стоил он что-то 6 или 7 долларов. Что, конечно же, я не могла брать и мимо. А все эти украшения, я не помню точно, сколько они стоили. Но это все в районе вот от 3 до 6 долларов. Вот что-то такое. Ну, и вот этот пояс, который стоил 6 или 7 долларов. Не помню, их там все поясали. 6,50, что-то такое. Одна и та же цена. И купила я такой жакет. Сейчас я вам покажу. Купила я жакет. Он замшевый. Натуральная замша. Видите? Сзади замша, спереди. Цвет обалденный голубой. А рукава сделаны вязаные. Из такого вот краше как будто бы. И такая же вязка сделана сбоку. Я понимаю, что этот жакет, он не совсем как бы, ну, как сказать, не очень современного фасона. Он довольно такого винтажная вещь. Я не знаю. Мне кажется, он где-то начало 2000-х тогда был модный вот такой фасон. Причем этот фасон был моден, я помню, во 70-х, когда кожа и замша как бы скомбинировалась с связкой. И были жакеты такие, я помню, замшевые, с вставками из вязаного такой, знаете, резинкой шерсти. И вот было вот здесь замша, здесь по бокам была шерсть, рукава тоже были с шерстью вязаной такой резинкой. А весь жакет был замшевый. И тоже он как бы был, знаете, замша с шерстью была соединена вот таким вот, вот таким способом, как бы тут крючком, знаете, так связанной. Ну, в общем, напомнило мне мое детство. И такие же вещи вошли в моду снова, по-моему, в начале 2000-х. И вот я думаю, что он где-то вот тех вот времен. Купила я его, чтобы создавать луки такие, знаете, в стиле бохо, в стиле этник, вот что-то такое. Кроме всего прочего, это бренд, который называется Denia. Это наш канадский бренд, который специализируется, специализировался. Он практически весь уже закрыт. По-моему, в Брайл Торонто осталось несколько магазинов. Может быть, два или три. Я точно не знаю. Я слышала когда-то, что он вообще весь закрылся. Что он объявил банкротство и закрывает все свои магазины. Но при этом я, по-моему, видела, что есть несколько магазинов осталось. Но он раньше был в каждом шоппинг-центре, везде и всюду. Сейчас его нету нигде. И он был один из самых больших, наверное, самый большой магазин в Канаде, который продавал кожаные вещи, замшевые вещи, дубленки, вот теплое, как бы, пальто кожаное. Куртки очень красивые вещи в нем продавались. Сумки в нем продавались, кошельки, в общем, пояса тоже. То есть шикарные были вещи. И, ну, как бы, для тех, кто не живет в Канаде, может быть, это имя ни о чем не говорит. А для тех, кто живет в Канаде, я вам должна сказать, что это очень известный бренд. И он, поскольку его практически уже не существует, то я думаю, что вот эта вот вещь, она как бы... Все вещи бренда Denner являются некоторым таким раритетом. Потому что, может быть, еще через 10 лет окажется, что ни одной вещи уже не осталось. И каждая вещь, которую мы будем находить, этого бренда, она, может быть, будет очень ценна. Ну, я не поэтому купила, на самом деле, эту тужурку, жакетку. Как говорила моя бабушка, жакетку. Я купила, потому что мне очень понравился цвет. Безумный, красивый, голубой. Мне очень понравился вот этот... Вот эти вот вязаные рукава. Она размера смол. Хотелось бы, конечно, чтобы она была побольше, потому что она так облегает, прилегает. Но second hand, там что есть, то есть. И, в принципе, по фасону хотелось бы, чтобы она была немножко более объемная. Она немножко такая маленькая. Но ничего, я вам сейчас ее померю. Я хотела ее вам показать именно вот с этим платьем, в котором я сейчас сижу. Потому что это платье я купила в магазине Zara. Купила несколько лет назад. Я вам сейчас покажу, продемонстрирую. Оно очень странное. Оно, в общем-то, в платье вязанное из толстых ниток. Но при этом оно, вот видите, такой сарафанчик на бутырках. Вот. Но я люблю странные вещи. Вы знаете, что я люблю странные вещи. Обычные какие-то платья, кофты, у меня много их, они есть. Но я, как бы, коллекционер-собиратель необычных стран вещей. Я купила это платье. Оно у меня долго висит. Я не знаю, как его носить, чем его носить. Когда я увидела этот... Ой, зацепилась крючком за меня. Сделала затяжку. Красиво, молодец. Короче, когда я увидела эту штуку, вот этот жакет, я подумала, что очень хорошо подойдет оно к этому платью. Потому что в нем есть... Сейчас не видно. Я когда встану, покажу вам, что внизу у него есть цвет, голубой цвет. В нем вот очень похоже на этот. И сейчас я вам покажу, как я хочу это все носить, с чем, как и чего. Все, показала. Теперь будем примерять. Ну что, девочки, вот так выглядит это платье. Оно выглядит довольно странно. Как бы, куда его носить, такое платье. Оно сделано из... Извязанных довольно толстых ниток. Но, в принципе, оно на брительках. И, в общем, вот такой оно длины. Очень длинный. Необычный довольно расцветки. Но мне оно понравилось за счет того, что вот эта вот расцветка, и, как бы, оно... Ну, необычное. Я люблю необычные вещи. И, в общем, долго думала, что с ним делать, как его носить. Ну, вот, давайте будем смотреть, что я буду с ним делать. Во-первых, я надела на него пояс. Кстати, пояс тоже из Second Dog, винтажный. Если вы помните, я вам показывала. В каком-то своем виде я его покупала. И, во-первых, оно сразу стало короче, что стало намного более носимым. Я его, кстати, примеряю с сапогами, вот, которые я собираюсь... Уже, как бы, является часть моего комплекта. Вот, надевший пояс, во-первых, я его укоротила. Надела пояс и немножко вот так вот, знаете, приподняла здесь. Оно стало, во-первых, короче, более вменяемое, более носибельное. Это раз. А во-вторых, за счет того, что я его подняла, оно вот здесь вот меньше облегает, что, как бы, ну, лучше. Потому что оно меня сильно облегало здесь. И здесь у меня ухи, ухи, такие ручки, знаете, держатся. Поэтому, как бы, выглядит это немножко лучше. Ну, и вообще, как бы, оно приобрело с поясом, приобрело немножко формулу. Ну, и главная цель, которую я хотела достичь, я его немножко приподняла и сделала его немножко короче, потому что оно очень длинное было. Трудно носить такое длинное платье. В общем-то, подметать им мостовую совсем никому не хочется. Субтитры создавал DimaTorzok Вот получился у меня законченный образ. Немножко городской сумасшедший, немножко цыганский, но, в принципе, Боха, он и есть немножко сумасшедший, немножко цыганский, немножко такой хиппи 70-х, потому что вот это вот, этот жакет навеял мне мое детство, 70-е годы. Померила я с замшевыми сапогами, подобрала к нему сумочку, такую турбу хиппи, богемную такую, надела на голову платок, очки, в общем, ну, вы все видите. Делала вот этот вот кулон и вот эти бусы, которые я купила, в общем, все вместе. Вот такой вот, вот такой у меня получился образ. Я знаю, что не все решаются выйти в таком на улицу, я решусь, потому что я такой человек, что я люблю эксперименты, я люблю необычные вещи. Я, конечно, не пойду так на работу, безусловно, но вот для определенного, так сказать, вечера или какого-то выхода, я думаю, что вполне-вполне я позволю себе так одеться. Все, девочки, напишите, что вы думаете про мой образ, напишите, что вы думаете про мои покупки, не судите строго, ругайте, если хотите, ну, нежно. Не ругайте очень сильно. Увидимся в следующем видео. Всего доброго. Люблю, целую. Пока-пока-бай.